Прославленный азербайджанский дюдаист Фархад Раджабли в одиннадцатый раз стал чемпионом мира среди ветеранов. Для республики это абсолютный рекорд. Борец уже начал готовиться к следующему турниру. Кемран Гусейнов узнал, как ему в 63 года удается демонстрировать такие результаты. Если взглянуть на статистику выступлений Фархада Раджабли за последний год, то можно с уверенностью заявить, он не знает поражений. Свой предыдущий титул чемпиона мира спортсмен выиграл в 2022-м, а летом этого года в девятый раз стал чемпионом Европы. Главный залог всех этих побед, как отмечает дзюдоист, тренировки. Я в дзюдо уже больше 50 лет и все это время, можно сказать, постоянно тренируюсь. За исключением моментов, когда залечивают травмы. Если ты здоров, то ежедневно нужно отрабатывать броски. Даже день без тренировки может снизить профессиональные навыки. Навыков дзюдоисту-ветерану не занимать. Чемпионат мира в Абу-Даби тому доказательство. По словам Фархада, самыми трогательными для него моментами турнира стали пьедестал подсчета, гимн и подъем азербайджанского флага. Некоторые могут подумать, он так часто выступает на всех этих чемпионатах, что побеждать ему не составляет особого труда. Тем более, что и соперники из года в год одни и те же. Но на самом деле это совсем не так. На чемпионате в Абу-Даби в финале я боролся с казахом, многократным чемпионом мира по самбо. Пришлось очень постараться, чтобы одолеть его. Высоких показателей Фархад Раджабли добился и как наставник сборной ветеранов. Четверо его подопечных тоже вернулись с медалями чемпионата мира. Один из них, Бабек Гаджиев, начал тренироваться у Фархада еще подростком. Мы знакомы с ним еще с советских времен. Спустя годы встретились снова уже в составе сборной ветеранов. Знаете, такому тренеру и делать особо ничего не нужно, чтобы нас мотивировать. Достаточно просто приходить в зал. Это уже вдохновляет. Завершать карьеру спортсмены не думают. Дюдаистам разрешают участвовать в соревнованиях до 75 лет. Кямран Гусейнов, Фуат Гасымов, Хикмед Гуламов, МИР24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!